Анна Костенко Трудно избежать будущего Читает Виктория Томина Пролог — Пошли домой, темнеет уже, бабуня заругает, — прошептала Полинка. — Ш-ш-ш, — предостерегающе зашипел брат, — ведьма услышит. — Кит, а кит, мне что-то тут не нравится, ну пошли домой. — Не ной, какая же ты трусиха, договорились же проследить. — Нет, с девчонками в разведку ходить нельзя, подведут. — Я не трусиха, — яростно прошепела девочка. — Просто темнеет, бабуня того и гляди, хватится. — Тише, — оборвал ее мальчик, — сиди молча, вон, кажется, выходит. И верно. Дверь дома резко распахнулась, и оттуда вышла девушка. Закрыв лицо руками, она остановилась на крыльце. Плечи ее судорожно вздрагивали. — Давай-давай, убирайся, и узелок свой забери. Ишь, чего удумала? Иди и не приходи ко мне больше. Слышишь? Чего встала? Убирайся, говорю. Донесся голос ведьмы из-за двери. — Я... я... — схлипывала девушка. — Я люблю его. Никто не сможет помочь, кроме вас. — Иди, — я сказала. Ведьма вышла на крыльцо и стала толкать девушку по направлению к калитке. — Сказано тебе, не занимаюсь я такими делами. И не вздумай к другим с этим пойти. Выправлять то, что они натворят, не буду, так и знай. — Не проси потом, не умоляй. Я все сказала. — Убирайся и выкиню с головы свою блажь. — Это не блажь, — в голос рыдала девушка. — Люблю я его. Как же вы не понимаете? — Люби хоть черта, но с такими делами не суйся ко мне. Все, уматывай с крыльца. Ведьма помахала руками, будто отгоняя назойливую муху. Тяжело вздохнув и низко опустив голову, девушка медленно побрела к калитке. Полина с Никитой затаились в кустах поблизости. Из этого укрытия им хорошо были видны окна дома, входная дверь и крыльцо. Девушка прошла мимо, задевая рукой ветки. Никита приложил палец к губам, призывая Полину к молчанию. Эта девушка была их двоюродной сестрой, дочкой тетки Тани, сестры их папы, живущей в городе. Последнее время Лика ходила сама не своя, была рассеяна, отвечала не в попад, будто все время о чем-то думала, и это что-то не давало ей жизни. А нынче наши заговорщики увидели, как Лика собрала узелок и, воровато озираясь, вышла из дома. Прячась за кустами и заборами, брат с сестрой проследили за ней до самого дома ведьмы на отшибе поселка. Увидев, как она вошла в дом, Полина с Никитой заняли наблюдательный пункт в кустах и приготовились ждать. Однако Лика пробыла у ведьмы всего ничего, от силы минут десять, после чего разразилась вот эта самая сцена. «Что толку видеть судьбы и не иметь возможности изменить?» – пробормотала ведьма, скрываясь в доме. Дверь за ней захлопнулась. В то же самое время Лика выскочила на улицу. Никита с Полиной переглянулись в недоумении. Не такого они ждали. Начитавшись сказок и наслушавшись местных кумушек возле магазина, дети ждали какого-то колдовского проявления. Ну, там, сноб искры с трубы, или дом, ходящий ходуном, или валящий из окон дым. А тут их постигло такое разочарование. Ведьма просто-напросто выгнала Лику. «А вы что тут делаете?» Брат с сестрой резко вскочили. Ведьма стояла за их спинами и внимательно разглядывала испуганные мордахи детей. Она была совсем не страшная и даже не очень старая, аккурат, как их бабуня. И одета совсем не по-ведьмински, а очень даже современно. Легкие летние брюки, футболка с принтом, на ногах кроссовки. Волосы с небольшой проседью, тщательно зачесаны и собраны в тугой узел. И глаза такие странные, совсем не злые, очень внимательные, черные, как смородина. «Ну?» – настаивала ведьма. «Мы, мы, мы…» – заикались дети. «Вылезайте, пошли!» – скомандовала женщина. «Куда?» – испуганно спросил кит. «Домой вас отведу. Вы же внуки Людмилы, насколько я знаю». «Да», – тихо ответила Полина. Они вылезли из кустов, ведьма крепко взяла их за руки и повела домой. Подойдя к своей улице, заговорщики услышали крик бабуни. «Полька, Никитка, где вы пострелята? А ну домой живо!» «Ой, влетит от бабуни!» – прошептала Полина. «Нечего по чужим дворам шоркаться!» – усмехнулась ведьма. Бабуня стояла возле калитки и сурово глядела на приближающуюся троицу. «Держи, Людмила, своих разбойников!» – сказала ведьма. «Где ты их поймала?» – во дворе у себя. «Не бойся, не за яблоками лазили. В засаде сидели!» – со смехом произнесла ведьма и подтолкнула ребят к бабушке. А сама развернулась и отправилась в Освояси. «Спасибо, Наталья!» – крикнула ей вслед бабуня. «Да чего там?» – отмахнулась ведьма и скрылась в темноте. Бабуня цепко схватила внуков за руки и затащила в дом. «Представь, Павел!» – это она дедушке. – к Наталье в сад лазили. «Вот я их хворостиной!» – проворчал дед. «И чего это вас, нелегкая, понесла туда?» «Деда!» – заныли дети. – «Мы так просто!» «Чего просто? По яблоке или еще чего?» «Нет!» – замялся Никита. – «Мы это следили. Ну, это... Она же ведьма!» Усы деда зашевелились. Он тщетно старался подавить улыбку. Взглянул быстро на бабушку и отвернулся. «Вот дурноголовые!» – всплеснула руками бабуня. «Ладно, быстро руки мыть и за стол!» Дети с облегчением вздохнули, поняв, что все обошлось и хворостины не будет. А примерно через месяц ведьма сама пришла к ним в дом. Да нет, не сама, а по просьбе бабуни. «Ну что, болезная, не послушалась? Теперь вот мучаешься? По мне так по делам. Только из-за бабки твоей пришла, только из-за нее. Если б не она попросила, ни за что бы не стала тебя вытаскивать, так и знай. Молиться тебе, девка, на твою бабку всю свою жизнь!» – сказала ведьма, глядя на Лику. На следующий день после неудачного посещения ведьмы Лика оделась попроще и, пока не увидели дедуня и бабуня, выскочила из дома и ушла по направлению к станции. Вернулась она только к вечеру, напивая под нос что-то веселое, счастливое, довольное, а вечером нарядилась, накрасилась и ушла. «Иди, иди», – улыбнулась ей вслед бабуня, – «гуляй пока, дело молодое». Лике было восемнадцать. Училась она в городе, в медицинском колледже. Приехала в деревню на каникулы и отняла покой у деревенских парней. Девица она была ладная, красивая. Стоило ей только приодеться да пройтись по поселку, так все головы сворачивали. Каждую субботу на дискотеке в местном клубе не было отбою от желающих потанцевать с красоткой. А уж за право проводить ее до дому готовы были до драки дело довести. Да вот только уходила она всегда одна, без провожающих. Местные девки зубами скрипели. Фифа какая нашлась, всем парням голову задурила, а сама нос задирает. И не вдомек было никому, что на сердце у красотки давно было неспокойно. И не просто так она приехала на каникулы к бабушке с дедушкой. — Не поймем, что с ней, — говорила бабуня, прижимая платок к глазам. — Наталья, на тебя только вся надежда. Доктор, ты не нашел ничего. — Чего уж тут, — вздохнула ведьма, — предупреждала я ее. Так ведь они молодые, сами с усами, умные больно. Вот знаешь, Людка, если б не ты, вот ни за что б не пришла. Не терплю, когда по трупам готова идти ради прихоти своей дурной. — Ты о чем, Наталья? — недоумевала бабуня. — Ладно, потом, — отмахнулась та. — Сначала девку твою дурную спасти попытаюсь. — Эй, ты чего там жмешься на пороге? А ну-ка иди сюда. И действительно, у входа тихо стояла худенькая девочка-подросток, на вид лет тринадцати-четырнадцати. Ничем не примечательная девица, так, самая обыкновенная. Довольно высокая, через плечо большая холщовая сумка, кожа бледная, волосы светлые, в косу заплетены. Коса знатная, толстая, глаза вот только такие же странные, внимательные, черные, как смородина, брови и ресницы тоже черные, и смотрит так пристально, как будто до самых печенок буравит. Девочка подошла ближе. — Внучка моя, — пояснила Наталья, — а теперь давайте-ка все отсюда. Да-да, убирайтесь из дома, чтоб духу вашего здесь не было, только мы с Ульяной. И не входить в дом, пока не позову. Чтоб вы там не услышали, не входить. Бабуня с дедуней, подхватив за руки Полинку с Никитой, вышли во двор. Дверь за ними захлопнулась, громко лязгнул засов. В саду стояла красивая беседка, ее папа построил при жизни. Вот туда-то все и направились. Ждать пришлось долго. Близнецы конючили. — Бабунь, дедунь, ну можно мы на улицу пойдем, а? — Сказано, нет, — строго оборвал дед. — Сидеть тут и молчать, пока хворостины не огребли, ясно? Опустив голову, брат с сестрой замолчали. Внезапно из дома донесся душераздирающий крик. Бабушка побелела, как полотно. Это кричала Лика, кричала так, будто черти в аду поджаривали ее. Бабуня дернулась было в сторону дома, но сильная рука деда остановила ее. — Сиди, сказано же не входить. Ты все испортить хочешь? Сама же Наташку привела, вот и не дергайся. Бабуня тихо опустилась на скамейку и молча заплакала. Полина и Никита с ужасом переводили взгляд с нее на деда. Дед достал из-за пазухи тетрадку и карандаши. — Ну что, мальцы, может, сыграем в слова? Крик из дома повторялся еще пару раз, но уже тише. Игра не очень клеилась. Все с тревогой оглядывались на входную дверь. И вот, наконец-то, через час, а то и больше, она распахнулась. На пороге стояла ведьма, утирая солба пот. Лицо было усталым и мрачным. — Ну все, заходите, — пригласила она. Обошлось на этот раз. Все повскакивали со своих мест и устремились в дом. Лика лежала в своей постели, бледная, осунувшаяся. На лбу сверкали капли пота, глаза закрыты. Бабуня тихо ахнула. — Спит она, — шепотом пояснила Ульяна, аккуратно промакивая чистым полотенцем лицо Лики. — Пусть поспит. А как проснется, отвар ей дадите. Вон он, на столе в кувшине. Дайте половину, только пусть обязательно выпьет. А вторую половину завтра утром. Это силы восстановит. Как проснется, постель ей поменяйте. — Оставьте ее все сейчас, — сказала Наталья, входя в комнату. — Она долго спать будет, до самого вечера. — Что ж с ней вышло-то? — спросила сквозь слезы бабуня. — Пошли, расскажу, — кивнула ведьма. Они устроились на кухне. Полина и Никита вертелись тут же. — Может, покушаешь, а, Наташ, — предложил дед. — Нет, благодарю, устала очень. А вот от чая не откажусь. Ульянка заваришь? И хозяевам тоже сваргань, чтоб успокоились. Девочка кивнула, достала из сумки мешочки с какими-то травами и захлопотала возле плиты. И так ловко да ладно у нее все получалось. Через несколько минут по кухне разлились такие ароматы, что хотелось вдыхать их снова и снова. — А мальцам нечего наши разговоры слушать, — вдруг сказала Наталья. — Пусть себе бегут к детворе на улицу. — Геть отсюда, слыхали? — улыбнулся дед. — Просились? Бегите. Полина и Никита выбежали во двор, затем через калитку на улицу. — А ну-ка стой! — скомандовал брат. — Ты чего, Кит? Погнали! Сегодня же все на пруд собирались. — Пруд никуда не уйдет, — рассудительно ответил Никита. — Ты разве не хочешь узнать, что там такое было? Мне интересно. А тебе? — Конечно, интересно, — согласилась сестра. — Тогда пошли. Никита всегда был заводилой, а Полина послушно следовала за братом. Вот и сейчас он осторожно под прикрытием кустов перелез через забор к соседям, затем помог перебраться сестре. Крадучись, они подошли к заборчику, разделяющему участки, и вернулись к себе. Чуть ли не ползком они пробрались к окну кухни и, затаив дыхание, сели под ним, превратившись в слух. — А он женатый! — услышали они голос ведьмы, видимо, до этого уже что-то сообщившей бабе с дедом. — О, Господи! — вздохнула бабуня. — И на нее никак не западал. — Так ты знаешь, с чем она пришла ко мне? — Жена его тяжелая. Вот Лика и заявила, что хочет, чтобы жена выкинула и пустая осталась, а его к ней приворожить. Вот так. — О, Господи! — воскликнул дед. — Совсем девка ума лишилась. Я ей так и сказала. Выгнала ее, конечно, накричала, чтоб не смела даже думать о таком. На ее же голову падет, да еще неизвестно, как и когда аукнется. Лика предупредила, чтоб не вздумала ни к кому обращаться. Мало ли идиотов, что возьмутся. — Так нет же, нашла такого. Вот он, идиот, дров и наломал. — А что ж там? — Ну что, говорит, выкинула жена, в больницу попала. Лика же пришла к нему, радостная такая. Думала, что приворожили его, и он теперь с ней будет. А он послал ее и по матушке, и по батюшке, и по всем известным адресам. И к жене в больницу умчался. А ее скрутило. Еле мы с Ульяной ее отчитали и отпоили. — Ох, Наталья! — заплакала бабушка. — Не ожидала я от ликушки такого. Что ж с ней дальше-то? То, что ей прилетело, я поправила. А дальше, как в жизни себя покажет, так и будет. От нее зависит. — Спасибо тебе, Наташа, — сказал дед. — Ежели чего надо, мы всегда подсобим, знай. — Благодарю, Паша. — Внучка твоя молодец, — улыбнулся дед. — Да, — тепло ответила ведьма. — Дочери моей не передалось ничего. Ульянке все досталось. — Вот, передаю ей потихоньку. — Ладно, спасибо за чай. Пора нам. Послышались звуки отодвигаемых стульев. Никита и Полина кинулись в кусты. Едва они успели спрятаться, как дверь открылась, и обе ведьмы прошли мимо них по дорожке к калитке. — Бабушка, ты им не сказала, что ее ждет. Почему? — Улечка, мы видим судьбу, но не имеем возможности ее изменить. А вот сам человек имеет. Так что я не соврала. От нее самой зависит. То, что мы с тобой видим, она может поменять, если урок усвоит. Ведьмы ушли, а Полина с Никитой недоуменно переглянулись. Они ровным счетом ничего не поняли. Пожав плечами, брат с сестрой вылезли из своего укрытия, и пока их никто не увидал, выбежали на улицу и направились к пруду, где должна была сегодня собраться вся остальная орава. Глава первая — Как здорово, как все здорово! — пропела, пританцовывая Катя. — Мы в одной группе и даже в общаге в одной комнате. Как поклялись в детстве не разлучаться, так и делаем. — Да хорош тебе уже, — проворчала Анжела. — Чего радоваться-то? Общага она и есть общага. Лучше бы квартиру на троих сняли, чтобы каждый по комнате. А тут что? Одна комнатуха на всех. Знаешь что? Вот шла бы и снимала. Это тебе родители могут оплатить, а мои не могут. А у Шапалинки и говорить нечего. Кроме бабушки да тетки никого нету. Да и не делай это, по-моему, родителей напрягать. Нужна квартира? Заработай на ее съем, — возразила Катя. — Вот еще, — дернула плечами Анжела. — Я сюда учиться приехала. Вот получу диплом, тогда и работать пойду. А сейчас мне это не нужно. Родители мне сказали, учись и ни о чем не думай. — Вот и учись, — наконец заговорила Полина. — Мы пока еще даже учиться не начали, а уже что-то делим. Проехали. Давайте лучше посмотрим, как нам комнату нашу обжить. Катя, Анжела и Полина были из одного поселка. С детства не разлей вода. На соседних улицах жили, в одном классе учились. Катя с Анжелкой за одной партой все десять лет. Полинка-то с братом сидела. И поступать решили в один вуз. Вот и исполнилось все так, как мечтали. Они в городе будут учиться на экономистов. Общежитие выделили. Удалось даже в одну комнату заселиться. Вообще шикарно. А что до Анжелы, так она всю жизнь находит, из-за чего поворчать. Подруги давно на это внимание не обращают. В остальном же она нормальная девчонка. Занавески повесим. Я привезла. Вдруг объявила Анжела, осматривая окно. Только окно помоем, и можно цветы поставить. Катя и Полина переглянулись и рассмеялись. В этом была вся Анжелика. Сначала ворчит, недовольство высказывает. А потом, как любила говорить Катя, включает нормальную и выдвигает вполне себе разумные идеи. Анжела повернулась к подругам, подошла поближе, обняла обеих и тоже засмеялась. «Ладно, девчонки, нормально все, заживем», – сказала она. «Да, все тут классно. Самое необходимое есть, а что еще нужно? Вон предбанник какой просторный. Холодильник поставили, стол есть, шкафчик. Будет наш кухонный уголок, посуду красивую заведем». «Ох, Катюха, остановись пока с красивой посудой. Давай для начала наведем порядок», – вполне резонно заявила Полина. Девушки переоделись и, вооружившись ведрами и тряпками, приступили к атаке на пыль. Через пару часов все блестело. На окнах висели красивые шторки, на полочках заняли свое место книги и всякие разные фигурки. Куда ж девочкам без них? Одежда убрана в шкаф, сумки и чемоданы загнаны под кровати. Заключительным аккордом Катя достала из сумки электрочайник. «Ну что, отметим наше заселение? Чай я захватила. А у меня булочки есть, бабуня положила», – подхватила Полина. «Живем, девчонки», – воскрикнула Анжела, доставая банку с вареньем. «Какое?», – деловито осведомилась Катя. «Обижаешь, начальник. Конечно, абрикосовая, мамки на коронное, с орехами», – важно ответила Анжела. «Ура! Тогда я за водой». Катя схватила чайник и метнулась за дверь. Подруги в это время быстренько накрыли на стол. Чашки, блюда с булочками, варенье в вазочке – все незатейливо и мило. «Кухню сейчас рассмотрела», – рассказала Катя, вернувшись. «Большая, места много, плиты нормальные, так что готовить можно. Как будем, по очереди?» «Давайте, готовить по очереди, убираться тоже. С завтрашнего дня и начнем. Жребий кидаем или как?» «Да ладно, зачем жребий? Давайте завтра я готовлю», – сказала Полина. «А я после тебя», – кивнула Катя. «Ну, а я за тобой», – откликнулась Анжела. «Готовим сразу на несколько дней, так проще». Подруги согласились. Чай был заварен, все налили себе по чашке, и только руки потянулись к блюду с булочками, как раздался стук в дверь. «Кто это?» – удивилась Катя. «Войдите!» – крикнула Анжела. «А вот и мы!» В дверь просунулась радостная физиономия Никиты. «Кит!» – завизжала Полина и повисла у брата на шее. «Эй, тише! Задушишь так!» – смеялся брат. «Девчонки, я не один с приятелем. Примите!» Возле двери стоял парень их возраста и смущенно улыбался. «Конечно! О чем разговор?» – ответила Полина. «Проходите, чай с нами попьете. Мы как раз отмечаем наше вселение в общежитие». «А это мой сосед по общаге. Знакомьтесь, это Боря. Боря, это девушка, что чуть не придушила меня. Моя сестра Полина. Это блондинка с невероятными глазами, ее подруга Катя. Это знойная красавица, тоже ее подруга Анжела. Все мы из одного поселка». «Очень приятно», – тихо ответил Боря, присаживаясь к столу и протягивая девушкам какой-то пакет. «Возьмите, пожалуйста. Мы с Никитой тоже кое-что купили к столу по дороге». «Нам тоже приятно», – ответили девчонки. «Ой, парни, да можно было и не напрягаться. У нас все к чаю есть». «Не, мы так не привыкли», – солидно возразил Никита. «Полька, давай-ка пошли нарежем все». Близнецы быстро нарезали сыр, колбасу и овощи, разложили хлеб и расставили все на столе. «Ух ты, прямо пир горой», – улыбнулась Катя. «У нас тут еще кое-что», – подмигнул Никита. «Боря, давай». Борис вытащил из-за пазухи бутылку вина. «Мальчики, а как вы умудрились?» «Да как обычно, попросили старших товарищей», – засмеялся Кит. «Давайте наливайте, надо же отметить начало новой жизни». «Ребят, в общаге же нельзя», – возразила Полина. «Сеструха, дверь закроем на задвижку и все. Не будь занудой, всего-то бутылка на пятерых». «Действительно, Полина, все нормально будет», – вмешалась Анжела. «Мы же не собираемся дебош устраивать, а так кто узнает?» Она встала, подошла к двери и закрыла ее. Потом достала из шкафчика стаканы и поставила их на стол. «Ну вот и все, разливайте». Борис открыл бутылку и разлил вино по стаканам. Он то и дело из-под тяжка поглядывал на Анжелу. Но девушка даже не смотрела в его сторону. «Ну что, господа будущие экономисты и врачи, за нас, за начало новой жизни?» – провозгласил Никита. «И чего это тебе в медицинский понесло?» – спросила Анжела, жуя бутерброд. «Не самая денежная профессия. Разве только, если ты в частную клинику какую-то устроишься. Но это ж вилами на воде. А так просидишь в поликлинике до конца жизни?» «Не просижу», – ответил Никита. «Я буду кардиохирургом». «А, ну да, ну да», – саркастически ответила девушка. «Тогда удачи». «А сама чего она экономически пошла? Вроде бы тяги у тебя не было. И что, получу диплом, куда ж без него, а там замуж выйду». «Ха, для этого обязательно диплом нужен», – хохотнул Никита. «Ну, нужна же какая-то специальность», – пожала плечами Анжела. «Не в деревне же оставаться. А так пять лет поучусь. Родители обещали на окончании института квартирку купить. Устроюсь где-нибудь работать, а там и мужа подыщу подходящего». «Родители купят вам квартиру», – удивился Боря. «А почему же вы сейчас в общежитии?» «Да папа с мамой решили, что сейчас мне лучше в общаге пожить. Боятся, что я свихнусь в городе при наличии жилья. А тут вроде бы как под присмотром подруг», – улыбнулась девушка. «Это они напрасно», – покачал головой Боря. Анжела равнодушно дернула плечом и ничего не ответила. Видно было, что парень ее совершенно не заинтересовал. А Боря настойчиво пытался проявлять знаки внимания. «Конечно, напрасно», – подхватил Никита. «Анжелка у нас, ты знаешь, хваткая. Все просчитывает на несколько шагов вперед. Да, Анжела?» Девушка не ответила. Она никогда не понимала, шутит сейчас брат подруги или говорит всерьез. Ей всегда казалось, что он все время ее поддразнивает, а выглядеть глупо не хотелось. «Слушай, Кит», – Полина решила перевести разговор на другую тему. «Как вам удалось в общагу-то пройти? Вроде посторонних не пускают». «Ой, а то ты своего брата не знаешь», – рассмеялась Катя. «Всегда везде пролезет». «Я обаятельный», – мило улыбнулся Никита. «И вызываю доверие у окружающих». День близился к вечеру. Парни засобирались уходить. Боря покрутился рядом с Анжелой и тихо, робко попросил у нее телефон. «Боря, я планирую вплотную заняться учебой. На встречи и развлечения у меня, к сожалению, не будет времени», – ответила она. Когда ребята ушли, девушки убрали следы преступления в виде стаканов и бутылки. «Завтра предстоял первый день занятий». Они подготовили все необходимое и решили лечь спать пораньше. «Анжелка, а чего это ты с телефоном завыделывалась?» – вдруг спросила Катя. «То раздавала всегда налево-направо, а тут в позу встала. Парень вроде нормальный. Чего ты так?» «Нормальный? Только зачем он мне? В общаге живет, приезжий, как и мы. Да еще и ровесник. Ему учиться и учиться. Нет, девчонки, хватит с нас сопливых малолеток. Надо переключаться на мужчин постарше, уже состоявшихся. Нафиг мне студент». «А любовь?» – спросила Полина. «Что любовь?» – не поняла Анжела. «Ну, если влюбишься в студента, тогда что? Давайте спать, завтра вставать рано», – ответила Анжела и погасила свет. Потянулись обычные учебные будни. Катя и Полина нашли себе подработку. Катя устроилась официанткой в кафе, Полина – курьером в какую-то контору. Это Анжеле не нужно было работать. Родители – фермеры, дело нелегкое, но вполне прибыльное. Два раза в месяц на карту девушки падала вполне себе приличная сумма. Надо отдать ей должное. Заносчивой она не была. И продукты всегда старалась купить на всех. Помимо тех сумм, которые девушки сбрасывали в общий котел ежемесячно, и для их общей комнаты что-то покупала. Разница в том, что у Полины с Катей на наряды и всякие хотелки денег особо не оставалось, когда Анжела мало в чем себе отказывала. К концу первого курса за Катей закрепилась репутация лучшей студентки. Полина училась ровно, без хвостов. Анжела сильно не напрягалась. Один неут в зимнюю сессию вылез, но она его быстро пересдала. И дальше уже такого не позволяла. Училась, как она сама говорила, на твердые государственные оценки. Анжелка как-то раз пыталась вас звать к ней Катя. Ты же в школе прекрасно училась. Чего это ты вдруг на одни удовлетворительно ползешь? А зачем напрягаться? Работодатель на оценки в дипломе все равно не смотрит. Да мне и не важно. Хвостов нет, а тратить лишние силы на учебу я не хочу. У меня другие цели. Ах, ну да, выгодно выйти замуж? Саркастически спросила Катя. И что в этом плохого? Пожимала плечами Анжела. Я красивая, не глупая, не бедная. Конечно, из села, но это можно и скрыть поначалу. Зачем скрывать? Удивилась Полина. Ты что, стыдишься этого? Нет, но это может подпортить впечатление обо мне. Знаешь, Анжела, если у парня, как ты говоришь, подпортится впечатление обо мне только потому, что я приезжая, то зачем он мне нужен такой? Полиночка, я сейчас не про парней. Парни мне не интересны. Говоря о замужестве, я имею в виду взрослых, состоявшихся, успешных мужчин. Опять ты за свое? Вздохнула Полина. Ладно, твоя жизнь, твой выбор. Но только учти одно. Взрослые, состоявшиеся мужчины в подавляющем большинстве оказываются женатыми. Не считаю препятствием, холодно ответила Анжела. Ну да, тихо сказала Полина. Одна такая уже не считала. Ты о чем? Спросила Анжела. О сестре моей двоюродной, Лике. Полина села на кровать, вздохнула и начала свой рассказ. Подруги, замерев, внимательно слушали. Когда девушка закончила, повисла тишина. Молчание нарушила Катя. Ты никогда не рассказывала об этом. Почему? Мы с Никитой тогда еще маленькие были. Всего-то по семь лет. Испугались не на шутку. Вот и не хотелось рассказывать. А потом, когда уже повзрослели, я вдруг поняла, что такое говорила ведьма о том, что все у Лики сложится, если урок усвоит. А что с Ликой? Ничего. Жива-здорова. Вот только детей нет. И никто не понимает, почему. Ну, это бывает. Чего тут валить на давний случай? Она ж тогда с собой ничего не делала. А остальное все просто мистика, выдумка, произнесла спокойно Анжела. Я знаю, что бывает всякое. Можешь считать это совпадением. Но Лика урок не усвоила. Она тогда давно, после того, как оклемалась, снова стала того мужчину преследовать. Это препод был из их колледжа. Проходу ему не давала. Разве что опять ходить за приворотом боялась. Но на полном серьезе считала, что просто приворот сделали неправильно. А так все сработало бы. Слава богу, что у его жены все нормально. Родила она ему потом ребенка. Хорошо хоть, что тот идиот, который по заказу Лики все сделал, не смог ее бесплодной оставить. А может быть и Наталья все отвела, когда Лике помогала. Сейчас не знаю. Может быть у него даже еще дети есть. Просто он нашел работу в другом городе и уехал с семьей. Так как его Лика достала. Сестра тогда сама мучилась, других изводила. А потом как-то успокоилась. Замуж вышла. Муж у нее очень хороший. Но детей нет уже, семь лет как. Хотя с обоими все в порядке. Вот такая история. Как интересно, воскликнула Катя. А я и не знала, что Наталья и Оля на самом деле что-то умеют. Думала, что сплетни все. Просто держат бабушка с внучкой магазин со всякой косметикой собственного производства и травами. А кумушки наши местные их за это ведьмы окрестили. А товар у них хороший. Я шампунь для волос только у них покупаю. И мыло тоже. А папа мой крем для бритья тоже только у них берет. А свечи у них какие. Запах просто завораживающий. А я бы не парилась из-за отсутствия детей, вдруг заявила Анжела. Нет так нет. Живи себе спокойно. Можно и не париться, бесспорно, если не хочешь их иметь. Но они-то с мужем хотят, а ничего не выходит. Да какие ее годы? Сколько ей? Двадцать семь? Успеет еще нарожать. Понятно, что лет немного. Я к тому, что, похоже, все действительно так, как ведьма говорила. Лика ведь до сих пор не считает, что тогда она сделала что-то плохое. У нее принцип. За любовь надо бороться. И тут все средства хороши. Ну, не знаю, как насчет любви, но за выгодного нормального мужика побороться точно стоит. И тут я лично отступать не буду, упрямо заявила Анжела. Подруги промолчали. Что толку спорить? Только ссориться, а ссориться не хотелось. Обе решили, что это просто бравада. А на втором курсе Анжела заявила, что выходит замуж. А на втором курсе Анжела заявила, что выходит замуж.